В Заполярной столице 55 домов, которые относятся к объектам культурного наследия. На 2017 год ремонт запланирован в 28. Подрядчики уже приступили к работе. Губернатор региона Марина Ковтун и мэр города Дмитрий Филиппов ознакомились с планом реконструкции и лично побывали на стройках. Для нового директора фонда капитального ремонта Мурманской области Александра Емельянцева объезд по домам на проспекте Ленина, где начались ремонты фасадов, это еще и знакомство с главой региона. Под пристальным вниманием дома, имеющие статус культурного наследия. Заниматься их ремонтом могут только компании-подрядчики, имеющие специальный доступ. Эти здания являются символом эпохи и во многом определяют внешний вид Мурманска и других городов Заполярья. Их реконструкцией фонд капитального ремонта занимается впервые под контролем и областной, и муниципальной властей. Это первый опыт, и он непростой, поскольку дома, которые относятся к культурному наследию, они требуют особого проектирования и особых ремонтов. И не все организации, которые занимаются ремонтами многоквартирных домов, имеют лицензию на проведение такого рода ремонтов. Всего в Мурманской области 83 дома культурного наследия. Больше всего подобных зданий в столице Заполярья – 55. 25 домов в Манчегорске, один в Кировске и два в Зато-Александровск. В этом году в порядок приведут почти три десятка мурманских зданий с особым статусом. Общая стоимость работ составит более 570 миллионов рублей. Решили вернуться к историческому цвету, подняли проектную документацию в тех времен, когда эти дома проектировались и строились. И по возможности постараются вернуть первоначальный вид. Несмотря на то, что ремонт фасадов и кровель исторических домов по контрактам проводится 180 дней, завершить его до конца года не удастся. Технологии не позволяют проводить работы при минусовых температурах. Поэтому с наступлением холодов на стройках придется сделать перерыв. Это подрядчики объясняют главе региона. Снимет леса, чтобы не было травматизма там и так далее. Это в декабре они снимут? Ну, как только будут минусовые температуры. Минусовые температуры у нас уже с вами может и в октябре. Ну, стойкие минусовые температуры. Вернуться к реконструкции исторических зданий Мурманска рабочие намерены уже в марте. Затем придет черед домов со статусом культурного наследия и в других городах региона, которым также требуется ремонт фасадов. Артем Кузьмин, Вероника Селиверстова, Андрей Карабань, Арктик ТВ.